Создание в городе регионального центра общественного контроля услуг жилищно-коммунального хозяйства – очередной шаг вхождения Севастополя в правовое поле России. Федеральные законы направлены на защиту интересов граждан, однако большинство севастопольцев не могут решить свои домовые проблемы ввиду незнания прав потребителей. Одной задач Центра общественного контроля станет повышение жилищной грамотности среди граждан. Наша главная задача – это активизация собственников. Вообще мы исходим из того, что у нас собственник должен стать главным контролером, а мы ему в помощь. В поддержку. Поэтому неразрывно связано с жилищным просвещением и общественным контролем. При создании центра в Севастополе будут учитывать опыт других регионов. Так, например, правительство Грыма на своем официальном сайте опубликовало учебник «Азбука для потребителей услуг ЖКХ». Представитель самарской делегации подчеркнул, для конструктивного решения тех или иных вопросов гражданам необходимо вести совместную работу с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Те же общественники должны реально смотреть, что происходит, давать какие-то рекомендации по ООН. Не просто, что все по ООН и на этом закончится. Боже мой, это не пойдет, это не стиль работы вообще. Общественники должны, раз я тихую, значит они должны что-то предлагать. Открытие регионального центра общественного контроля жилищно-коммунальных услуг улучшит работу профильных департаментов, уверены в правительстве Севастополя и законодательном собрании. То, что общественный совет нужен и власти в том числе, это безусловно, потому что это дополнительные глаза, дополнительные руки, ноги, которые могут вовремя увидеть, вовремя просигнализировать и больше того помочь с приемкой работы и так далее. Поэтому для нас это очень важно и нужно. Право-применительная практика, она в каком-то мере будет контролироваться общественниками. Для законодательного собрания это очень важно, потому что мы мониторинги право-применительной практики все время осуществляем. Конечно, в отношении, прежде всего, законодательной базы, но и других нормативно-правовых актов. Определиться с составом участников Севастопольского центра общественного контроля жилищно-коммунальных услуг планируют к концу марта. Александр Тимофеев, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя.